Денишки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Poppy Playtime 3, и разумеется, мы уже близки к концу, это третья серия, всех прошу настоятельно поставить лайк, если вам нравится данное прохождение, если вам нравится данная игра, и если вы действительно заинтересованы, что же ждет дальше, то да, чем больше лайков, тем лучше, тем больше людей увидит этот ролик. Спасибо всем, что смотрят, спасибо всем, что поддерживаете, я очень тоже сейчас, на самом деле, заинтересован в том, что же будет дальше, но у нас пока ключик ведет сюда. Открывайся, Сезам, кто же здесь нас будет ждать? Мы уже победили с вами ДокДе, мы уже победили с вами, ой, там текстуры были, или не показалось, это просто текстуры стояли, нормально, не? Все нормально, разработчики. О, здесь не текстуры, здесь нормально. Так, хорошо, мы должны встретить Кэтнэпа, мы, я думаю, должны сразиться с Кэтнэпом, будет ли прототип в качестве какого-то злодея в этой части, я понятия не имею. Возможно будет, возможно нет. Заперто. Опа, опа, опа. Так, первые нашли, там, видишь, все у нас опять задымлено, опять все в красном дыму. Опачки, кассеточка. Ставили? Угу. 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 Ну? Говорить что-нибудь будут? Данное сообщение предназначено для всех сотрудников Playtime Corporation. В 11.01 по восточному времени неизвестная враждебная сила объявилась в зданиях и на территории Playtime Corporation. Сотрудникам немедленно приступить к аварийной эвакуации. Оставьте личные вещи. Не взаимодействуйте с враждебно настроенными субъектами. Если пути к выходу нет, ищите укрытие. Накройтесь подушками или одеялами и сохраняйте молчание. Не смотрите в окна. Никому не открывайте дверь. Избегайте зрительного контакта с... Кем? Открой двери. Наступил час радости. Кто-то взломал! Прикиньте! Прикиньте, это же кассета записывает, видимо, тот момент, когда это все происходило. То есть в этот момент кто-то взломал, получается, эту кассету и написали. Открывайте дверь. Настал час радости. Кто это был? Прототип? Интересно, он виновник всего этого торжества? Так, у меня нету батарейки. Берем ее отсюда. Так, залетаем. Эй! Кто-нибудь есть? Живые остались? Живые вообще остались? Ну, сказали, запереть двери. О, я себе запер дверь. Не могу теперь выйти. Запереть двери, не выходить никуда, ничего не делать. Вот видите, кто-то здесь тоже заперся и по итогу забаррикадировался. Но в любом случае здесь везде какие-то пятна крови, какие-то надписи страшные, кровавые. Короче, видимо, не помогло, не получилось, не фартануло им спастись. Хорошо. Так, это что такое? Ой. Ну там, берем эту штуку, да? Ой, Бонзобани! Привет! Привет, малыш! Здорово! Ой. Он задохнулся. Алло! Ты что такое? Кэтнеп! Он убил его, что ли? Да, е-мое. Как, забрали батарейку? А то есть туда мы не пойдем? Подожди, это чья дверь? Мария Асхона. Асхокан. Не знаю, что это значит. Вот такая. Радость! Вот вам и радость. Опачки! Тот самый момент из трейлера. Помните, там кот гигантский стоял в трейлере? Он был здесь. А он будет, интересно? Ой. Что здесь? Эдуарда Гала. Хм. Здесь, видишь, какие-то игрушки. Здесь ничего нету. Я не знаю, зачем вообще столько много локаций делать, столько много всего. Но в этих локациях нельзя ничего взять, никаких секретов найти. И это очень странно. Что, спрыгнет кот? Как мамочка, блин. Во второй главе. Не, нормально все. Тоже странная хрень. А где кот-то? Разве кота не должна была быть? Мы в трейлере же видели эту тему. Создал, что ты шаришь в этой теме. Так, забираемся наверх. Опять головоломки какие-то. Бам. Бэм. Бэм. Первый есть. Бэм. Бум-бум-бэм. Бэм. Ага. Ага. Тык. И вот так. Победу! Бэм-бэм. Так, ну все. Проходим дальше. Сейчас мы, наверное, узнаем, что вообще добивается кэтнэп. Мы с вами видели то, что он поклонялся какой-то статуе. Ничего не понятно, правда, зачем, почему, из-за чего. Я думаю, что что-то ему сделал все-таки прототип. кто из-за этого пара идет какую-то. Это из видеоплеера, что ли? Видеоплеер, что на тебя нашло? Так, ну смотри, кассета есть. Кассету забираем. Активируем. Парень какой-то. А, мистер и миссис Хартман. Прошу, садитесь. Как вам путешествие под землю? Такого мы не ожидали. И слова мистера Людвига еще раз убедили нас, что мы хотим остановиться именно на вашем интернате. О, да, у нас тут волшебно. Я ощутила это, как только переступила порог. Ты только открываешь двери приюта и уже понимаешь, что ты отсюда уже никуда не уйдешь. Напоминаю чувство, когда ты еще ребенок находишь свой дом и мысленно возвращаешься к нему, чтобы успокоить тревогу. Вы, как я вижу, намерены подарить Джереми что-то там? Да, мы также готовы на оформление опеки. Прекрасно. Вы станете идеальными... Ух. Что? Возникли кое-какие сложности. Сложности? Какие могут быть сложности? Не знаю, я... В форме написано тест. Что это значит? Скажите, что это означает? Мисс Грейбер, нам кажется, мы заслуживаем адекватных объяснений от вас. Разве нет? Вы же говорили... Руководите этим процессом. Как вы можете о том, что все не знать? Я... Я не знаю. Прошу прощения. А что значит тест? Тест чего? Понимаю ничего. Там написано тест. Тест. Что, на чем, почему? Так, где мне ключи, братья? Ой. Это что такое? Это... Ой. Это ключик? Кэтнепа? Мне кажется. И какой-то ключик мы взяли. Прямой ключик отсюда. Побежали. Оп, очки. Проходим. Ну, то есть, вы поняли, да, ребята? Это было приютом, это место. Сюда людей, точнее детей, сбрасывали для того, чтобы, ну, оставляли для того, чтобы они здесь тусили, кайфовали, отдыхали. А по итогу, по итогу этих детей забирали на опыты, и эти опыты проводили, разумеется, для того, чтобы сделать этих новых монстров. Но никто об этом не знал, потому что, ну, приют. Детский приют. Хитророк. Приветик, я Хитророк. Можно немного красного? Больше красного. Выйти? Нам нельзя наружу. Ты прячешь красный цвет. Знаю, что да. Отдай сюда. А, так гораздо лучше. То есть, она забрала у кого-то кровь. Ну, кровь, это же красный цвет, типа. Так, здесь ничего нету. Здесь опять какие-то двери. Я вам говорю, такое ощущение, как будто специально сделали эти двери, для того, чтобы мы по ним ходили, и ничего там не находили. Окей. Так, ну ладно, забираемся выше. Все выше и выше. Так, здесь ничего нету. Нам, видимо, сюда. Так, пистолетик. Готовим. Ребят, переходите на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Я там всех буду ждать. Всем всегда рад. И спасибо, что там активничаете и обсуждаете вообще новые игры и вообще не только игры. Общаетесь друг с другом. Очень приятно, очень приятно, что сообщество потихонечку да, разрастается. Ааа, красный дым. Попался. Думал, мы не заметим, да, Кэтнэп? Так, ладно, что мы здесь можем сделать? Смотри, у нас здесь есть такая фигня. Эта штука открывается? Эта штука открывается. Ага. Вот такая же штука здесь. Здесь что? Вон, такая же тоже. Ячейка здесь. Только я не понимаю пока, что мне их надо запустить все. Такая же ячейка здесь. Больше ничего нету. Я нихрена не вижу, правда. В этом противогазе сраном. Ну, как в реальной жизни. В противогазе нихрена не видно. Так, эту штуку я не знаю. Здесь есть батарейка? Здесь батарейки, наверное, нет. Мне надо батарейку оттуда достать. Мы же ее сюда переставляли. Вот, она активировалась. Хорошо. Включаем раз. Включаем два. И включаем три. Изи. Просто супер изи. А теперь газовую маску можно снять. Так, смотри, у нас головоломки опять какие-то пошли. Эта штука, видимо, поднимает лифт. Давайте ее спинем обратно. Ничего не... А, вот, все. Поднимает лифт. Куда она еще может? Она может сюда стрельнуть. Эта штука куда может стрельнуть? Эта штука может сюда стрельнуть. А эта штука... Смотри, там есть какая-то штука. А, я понял. И там. Нам, видимо, нужно сюда для того, чтобы активировать вот эти вот панельки. И надо сразу взять тогда синюю руку. Фиолетовую еще. Опа. То есть лифт нам пока что не нужен, я так понимаю. Угу. Бэм. Бэм. Я перелетел. Бэм. Вы что, надо издевательствием нам... Раздеваться, блин. Кто я вообще? Почему я не могу нормально запрыгнуть? Хорошо. Так, эта штука открывает ворота. Это что за подарочек тут мне оставили? О, батарейка. У-у-у-у. О, разбилась. Хорошо. Она ближе в кейсе каком-то была. Что произошло? Ха-ха-ха. Ребята! Мы сделали с вами бесконечную батарейку. Вечный двигатель создавался именно так. Ё-ты-моё. Она вставится? Она вставляется даже такая огромная. Лол. Здесь вторая батарейка. Ну, вы издеваетесь. Мне вторую батарейку тоже нужно будет сталкивать. Бишенов тоже в капсуле. Давай сюда. Ой, жесть, конечно. Просто лол. Ой. Я успею? Я не успел! Верните обратно лифт. Да нахрен мне эта бочка ваша. А что, рычаг нажать? Тут мне в бочку цепляется зачем-то рука. Ек. Ну, вообще жуткая история на самом деле. Я про детей вот этих вот, которые попадали в эту страшную ситуацию. Это что такое? Разница на лицо, ребята. Микро батарейка и батарейка, которую сделал Лекс. Это просто... Это просто... Ну, я не знаю. Как такое вообще возможно? Как такое вообще возможно, блин? Что за бред? Гигантская батарейка. Блин. Я уже думал, сейчас это тоже превратится. Блин. У меня рука не идет туда. Кто я? Хорошо. Кто я? Хорошо. Она вставилась. Она еще больше стала в несколько раз. Ты посмотри. Я сейчас ее вытащу после того, как мы откроем эту дверь. Я хочу. Я хочу. Все. Она реально работает. Смотри, она запустилась или нет? А, мы должны теперь эту штуку запустить. Блин, ладно. А я-то думал, что все. Просто пипец. Космическая батарея. Батарея для гиперпрыжков между вселенными. Вот как она должна выглядеть. Посмотри, это только ручка. Вот она. Вот ручка маленькая. Она превратилась в такую огромную. Что вообще происходит? А я не то сделал бы. Эту штуку нужно повернуть. Вот сюда. Я хочу ее вытащить. Интересно, можно? Ё-моё. Где она? Ё-моё. Вот она. Ха-ха-ха. Она вставилась. Она вставилась сюда. Просто жесть. О-о-о-о. Просто жесть. Ой, лол. Ой, просто лол. Ну, смешные. Это что такое за баг смешной? Так, хорошо, ладно. Так, ладно. Поднимаемся наверх. Это смешно, конечно. То, что здесь батарейка так превращается в такой огромный. Становится. Это супер-рофл. Главное сейчас ничего не сломать. Вон, посмотри. Она размером с эту комнату практически. Просто это пипец. Так, и что мы здесь делаем? Какой-то джаз играет, блюз, я не знаю. Кто играет? Кэтнепп это ты, что ли? Кэтнепп, у тебя оказывается скрытые таланты. Ты оказывается отличный музыкант. А мы-то не знали. Ну, не, конечно, может, прототип играет. Но этого я точно не ожидал. Потому что прототип здесь будет какие-то песенки исполнять. А, кстати, было бы прикольно, если было бы так, да? Чисто такой факт, о котором мы не знали. Так, что мы здесь видим? Дверка. О, батарейка. Батарейку нам куда надо? Сюда. Берем ее. И бежим. Е-мое. Ты что там стоишь-то? Блин, какой он урод этот Кэтнепп, вы понимаете? Он каждый раз появляется в тот момент, когда он нахрен там не нужен. То есть, ой, отыщи цветок. Отыщи цветок. Из таких мест обычно не возвращаются. Это где я вообще? Что это такое? Смотри, мы... Там лес густой должен был быть. На пути к этой студии, серьезно? Ой, мы в первой главе. Ты хоть знаешь, что делаешь? Нет, я вообще ничего не... Я уже не уверен в том, что я делаю хоть что-либо нормально. А сверху точно никого нет? Вот какие-то глаза как будто. Не знаю, показалось по-что. Может, просто лампочки были. Вот, вот глаза. Вот глаза. Знаешь, что здесь произошло? Ну да, детей сдавали это на... Органы. Но это ж не получается так, что все дети это... Это монстры вот эти вот. Это игрушки эти. Я думаю, нет. Я думаю, не только детей делали. Дети просто были подопытными кроликами, так скажем. Знаешь, кем мы когда-то были? Ооо... Это типа она мне намекает на то, что все-таки это вот эти дети. Но я уверен, что не только дети. Я уверен на 100%. Блин, будет прикольно, если Элиот Людвиг и есть прототип. Ну, на самом деле... Понимаешь, почему мы должны положить этому конец? Понимаю. Ну, видишь, нам указывают на то, что Поппи, это один из этих детей, нам на это указывают. И что она сейчас хочет отомстить за это все. И хоть понимаешь, что сон, а что яфь. Ну, это, я думаю, нам специально делают, чтобы мы подружились с этим персонажем и полностью вошли к ней в доверие. А по итогу она окажется тоже каким-нибудь злом. Потому что это она там первая из создателей всего этого. И она сама пришла к тому, чтобы сделать этих монстров. Я не знаю. Ну, что ли типа такого будет? Посмотрим, посмотрим. Нет, ты не знаешь. Ой! А что происходит? Видишь, она тебя спрашивает, ты можешь определить, что настоящее, а что нет? Кошмар от настоящего. Отличить. А потом, главное, субсидитры не показали, потому что нет, ты не можешь. Ой, прототип. У меня прототип схавал. Блин, почему прототип всех собирает? Не понимаю. Алло, кто звонит? Олли? Кто такая Олли? Подожди, кто такой? Проваливай из приюта, иначе тебе конец. Подожди. Что не понимаю? Кто мне сейчас позвонил? Мне сейчас позвонил? Кэтнеп. Так, Олли, это и есть Кэтнеп? Мне позвонил Кэтнеп. С того же телефона, с которого звонил Олли. Нет, ну это не может быть так. Это не может быть так. Ну, может быть, у другого телефона позвонил, просто он узнает мой номер, типа. Непонятно пока, нихрена. Жутко. Я просто так и не понял, кто такой Олли этот, кто нам помогает. Для меня это остается загадкой. Но это тоже кто-то, видимо, из тех, кто пытался здесь спастись. Возможно, один из детей, который спасся все-таки. Не, все-таки нам звонит Олли. Да? Да. Да. Что-то пошло не так. Подбери шнур из кабинета советника. И подключи его к статуям. Нам нужно дойти до 100%. Удачи. Сейчас все будет, не ссы. Да, ну кто такой Олли? Мне очень интересно, ребят, как вы думаете, кто такой Олли? Ключик. Ключик Поппи. И что я должен сделать? Вернуться там, где была Поппи? Где она была? Она была где-то здесь. Вот тут вот она была. Мне очень интересно, что вы думаете реально. Может быть кто-то из вас все-таки подкинет мне, так скажем, информации. Подкинет мне здравых мыслей. А, уже тоже принести эту фигню. Здравых мыслей для того, чтобы я в своей голове составил пазл вот этого всего, чтобы понять, кто такой Олли. Мы уже с вами предполагали то, что тот мальчик, который, помните, был в трейлере, который нам показали, единственный, которого лицо показали. Это и был Кэтнэп. Но здесь-то мы видим, что Олли нам помогает, в отличие от Кэтнэпа. А теперь принеси эту большую батарею в зону генерации газа. И мы сможем выбраться отсюда. Эта дверь недалеко от вагонетки, которая тебя сюда спустила. Удачи. Мы? Кто мы? Я тебя даже не видел. Ну, Олли, это ж не киси-миси, блин. Я не понимаю. Объясните. Так, окей. Куда мы должны были это принести? Вон в ту красную дверь. Самое-самое начало, ребят. Как только мы здесь появились в этой локации, нас отправили именно сюда. И мы сейчас, наконец-таки, перезагрузим этот генератор красного дыма. Или что это такое? Перераспределитель этого красного дыма. И он у нас с первого раза, видите, не запустился. Видимо, не хватило энергии. Либо кто-то уничтожил источник энергии, какую-то батарею. Ну, что в итоге сделало так, что мы должны были искать альтернативный источник энергии. Такие дела. Давайте подключим. Ё-моё. Ё-моё! Ну, здорово. Ты что надышал? Тут воняет и так без тебя, блин. Без тебя. Ё-моё! Чё ты такое? Нихера себе! Что ты стала такое? Кем ты стал? Ты посмотри на себя. Ай-яй-яй-яй! Ё-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Ты посмотри на него! Ну и урод же ты! Ну, отстаньте. Я его сломал, ребят. Я не знаю, куда идти. Он тоже нихрена не понимает. Ха-ха! Давай, ломайся! Не подходи! Не надо, дядя! Он так близко был. Я не понимаю, он... Ай, не надо, не надо! Ой-ёй-ёй-ёй! А почему он обратно превратился? Это наши галлюцина? Наши глюки? Это беда с башкой? Ребят, у нас беда с башкой, когда мы дышим этим дымом. И мы даже... Настолько всё жёстко. То есть мы... Вот почему мы сказали, что ты не можешь определить, что такое реальность, а что нет. Это был намёк на этот босс-файт, видимо. Да ё-моё, вы серьёзно? Я отсюда начинаю? Для кого вообще сделали этот чекпоинт? А куда нам нужно было идти? Там был какой-то лифт, но я не знаю. Он такой ещё не как будто не работает. А-а-а! Он не работал тогда! Когда мы были в первый раз здесь? Сто процентов. Нахрен тогда я несу эту штуку? Нифига, выкинули её, взяли. У нас так сто процентов, нам нужно только батарейку забрать. Короче, сейчас, видимо, лифт тот работает, и та кнопка, видимо, тоже работает. Давайте попробуем. Я думаю, никто не понимает, в чём я сейчас. Но я помню там лифт. Я помню там лифт, сто процентов. Нихрена себе он надышал. И чё, мы сейчас с ним как-то драться должны или нет? Скорее всего, это финальный босс-файт, ребят. Скорее всего, это финальный босс-файт. Сейчас что-то будет интересное, поэтому готовьтесь. Присаживайтесь поудобнее. Если до сих пор не прожали лайк, прожмите его, до сих пор не подписались в Тиграм. Подпишитесь. Вон, видите лифт? Ага, вот кнопка. Да! Видите, вот ведёт же провод сюда. Чё я туплю? Провод же ведёт туда. Hello! Страшно, блин. Я думал, сейчас скример будет. Я думал, сейчас будет скример. Ладно, нормально. Живы, живы. Живы будем, не помрём. Видишь, она даже загорелась. Будешь ко мне? Со мной пойдёшь, где ж на лифте, не? Поехали. Пока-пока, я обманул. Обманули дурака. Ой-ой-ой. Не походи так близко. Нихрена ты! Гарфилд, блин. Блин, есть хоррор с Гарфилдом, где Гарфилд Тор превращается в такого монстра. И он прям один в один похож. Неужели и это слезали? Неужели и это с плагиателем? Всё у Гартенов бан-бан с плагиателем. А тут ещё и кота Гарфилда украли. Сколько можно, блин? Это, если чё, сарказм. Если чё, шучу. Так, и чё, мы где? Да и тут всё в красном дыму, а я даже не должен надевать маску, серьёзно? Ой. Ой. А эта штука открывается? Нет, она не открывается. Кассета, ребята. Ещё одна. Лог-код для входа 24459 в отношении эксперимента 1006 прототип. На каждой сессии он упрямится и молчит. Но мне всё равно удаётся добывать свежие данные. Сегодняшнее открытие. Хм. Конец записи. Конец записи. Вижу, ты готов поговорить. Я имею вопрос. Ой, там разными голосами он говорит. Слушаю. Вы что-нибудь чувствуете? Что ты имеешь в виду? Вы нас пытаете. Избиваете. Разрываете плоть. Это доставляет вам какие-то эмоции? Внутри тебя есть тайна 1006. И эта тайна бесценна. Я режу и жгу ради того, чтобы разгадать эту тайну. И с каждой процедурой я становлюсь ближе к разгадке. Ты можешь молчать или говорить, сдаться или бороться. Это не важно, ведь с каждым днём я узнаю о тебе всё больше. И это приводит меня в восторг. Спасибо. Ты благодаришь меня? Конечно. С каждым днём я узнаю о вас всё больше. Блёха-муха. Это же вообще имба. Я не знаю, кто с ним сейчас разговаривал. Это был Элиот Людвиг или тот, кто был создателем этих монстров. Я просто не помню, как его зовут. И он принял его голос в конце, если вы не поняли. Он научился говорить его голосом. А вдруг прототип с нами разговаривает. Вы понимаете? Вы не понимаете вообще ничего. Помните, я спрашивал, кто такой Олли? Кто такой Олли? Почему он нам помогает? Прототип умеет сам разговаривать любым голосом. Любым голосом. Но только что это продемонстрировали, потому что он разговаривал как минимум пятью разными голосами. И научился только что на наших глазах разговаривать голосом того человека, который над ним проводил эксперименты. Прямо на наших глазах. А что если все эти команды он нам дает для того, чтобы мы сделали то, что нужно ему, а не то, что нужно нам для того, чтобы выбраться? А что если Поппи окажется с ним на одной стороне? Не, а мы даже этого не понимаем. Мы думаем, что она злодейка. А на самом деле убийство Хаги, убийство мамочки длинные ноги, убийство всех остальных монстров, которые мы с вами совершаем. Это делается на благо этого прототипа. Что если это делается на благо того, чтобы совершить вот этот вот гнусный план? И на самом деле вот Поппик делает вид, что она добрая и хочет тоже свалить. Но вдруг я и прототип приказал все это делать для того, чтобы вот эти вот все монстры были тоже в его коллекции, чтобы они становились частью его. Короче, ребят, здесь очень много вопросов, реально очень много вопросов. А ответов на это вообще практически нет. Как же это интересно. Так, хорошо. У меня батарейки есть. Вставляем. 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 Так, эта штука так делается. Куда эту штуку? Здесь какая-то фигня есть. Электричка. Ну и что делать? Ого. То есть эти штуки, видишь, вот так работает. То есть это вот это. Давай попробуем все. Здесь еще какая-то кнопка. Да, 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 вот она. Это с этой стороны активируется. Так у меня здесь уже активировано. Подожди. Ничего не понимаю. Вот же она активирована. Зачем мне еще активировать? Не понимаю, ладно. Здесь что? Как вот эту активировать? А, нихрена себе. Здесь прямо так это все работает? Это сюда. Это туда. Но это мы не будем нажимать, потому что это дым выключится. Ну и что? Вроде все понятно. Так, а где? Батарейку взять. Так. Что там написано? Помести батарею в одно из четырех устройств за этим разъемом. Будь осторожен. Кудримот уже близко. Босс файт, ребят. ФНАП. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой. Он идет, идет. Не пошел сюда. Мы убили его? Лол, так это легко же. Блин, да это вообще изи, ребят, какая-то игра. Даже ничего с ним делать не надо, оказывается. Просто можно пистолетом стрельнуть. Блин, изи вообще изи. Оттуда не идет никто, видишь? Ни справа, ни слева. То есть только спереди вот эти вот два прохода. Ой. Он не умирает! Нифига не изи, я понял. Я все понял. Я все понял. Я все понял. Тихо. Не подходи. Хорошо. Еще одну батарею надо вставить. Блин, я так понимаю, нам нужно отсюда вытащить. Охренеть не встать. И что, он сейчас будет идти и там, и там? Его и там, и там будет показывать теперь. Я боюсь. Я боюсь, что я нихрена не буду сейчас успевать. Ё-моё, ты что там долбишься? Дурак что ли? Кто там? Кто там? Отдай, не ты отсюда! Кэтнэп тебя и так тут много. Ты что, блин, лезешь еще и сверху? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Закрывайся давай уже. Так, ну я так понимаю, сзади же они никак не могут пойти. К этому поведению же. Тут враг что ли? У тебя что там? Не все дома что ли? Все ломится и ломится ко мне. И что вы предлагаете? Взять эту фигню? Давайте возьмем. Да сумасшедший какой-то у меня кэтнэп. Именно этот кэтнэп сумасшедший. Который сверху постоянно живет. Кэтнэп, который живет на крыше, походу, да, у нас? Такая-то пробежала. Здесь никто не ходит, здесь никто не ходит. А что, все, больше нападать никто не будет? А я и не против, если честно. Я как бы только за. Не убивайте же меня. Так, нам осталось одну батарейку вставить. Ну и что, все. Ё-моё! Я не то сделал. Все, мне конец. Я успел охренеть! Охренеть, я успел. Я успел, я успел, я успел. И что мне теперь делать? Никого нет? Никого нет? Никого нет? Кто здесь, блин? Кто шумит? Кто шумрушит? Я понял. Я успел! Козел, урод. 21 секунду, но это нереально выжить. Ё-моё! Не могу! Не успеваю. Охренеть, я успел опять! 7 секунд. 7 секунд, 7 секунд, 7 секунд, 7 секунд, 7 секунд. Справа и слева вообще никто не ходит, кстати. Ё-моё! Все, победа! ПОБЕДА! Охренеть! С первого раза практически. Или с первого раза? С первого раза на изи! Мы его подожгли! Прикинь! Он решил дым свой активировать. Из-за того, что замыкание произошло вместе с его дымом, он поджег себя из-за этого. Прикиньте, оно возгорающее окажется вещество у него. Прототии, привет! Давай руку! Давай руку! Помнишь? Руку сейчас подаст! Он говорит, ты мой бог! О-о-о! Вот тебе и поклонение, ребят! Чему приводят все эти поклонения постоянные? Воссоздал себя кумира, блин! Мы говорили, не воссоздавай себя кумира! Ё-моё! Просто! Он все это время поклонялся прототипу для того, чтобы от него сдохнуть! Вы понимаете? В конце! Это вообще адекватная ситуация? Так, я так понимаю, здесь ничего нет у нас. Кассету мы посмотрели. Победа? Алло! Олли! Почему ты мне не звонишь? Я победил Кэтнепа. Вообще, никто не звонит, никто со мной не разговаривает, никто не радуется. Где Поппи? Где Кисси? Алло! Я Кэтнепа только что захреначил. Вам вообще по барабану? Или вам Кэтнеп вообще ничего плохого не делал? Да, кстати, Кисси, Мисси и Поппи вообще никак не реагировали на Кэтнепа. Они боялись прототипа. То есть они прятались от прототипа в первую очередь. Интересно. Почему Кэтнеп меня ненавидит? А, он, в принципе, всех ненавидит. Чё? Ура, вставилось. Кнопка нажата. О, ток, пошёл. Пошёл, заряд. Паба! Паба! Спасите меня! Сигнальные огни кидаем вам в воздух. Так, ну у нас сейчас должно перекачаться всё с центра в правую колбу. Ну, в левую от нас, если говорить. Состояние генератора онлайн. Так, 97. Неужели ты сломаешься опять? А всё, что ли? А мы полностью очистили его от этого, от красного дыма? Окей. Окей. О, отлично. Ты здесь. И вновь тебе удалось невозможное. Я знала, что у тебя всё получится. Какого-то дремота нет. Красный дым обезвредили. Благодаря тебе всё возвращается на круги, своя. Если мы пойдём дальше, тогда тебе следует узнать правду. Ой, 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 ой. Ты там, оказывается? Ты здесь из-за своих коллег. Ты хочешь знать, что произошло и почему? Это? Это и есть ответ. Мы называли это часом радости. Сейчас наконец-то узнаем, ребят. Сейчас наконец-то узнаем, что такое час радости. Час радости. Так. Хагавага. Он просто начал всех жрать. Просто решил всех начать жрать. Смотри, он реально всех пожирает. Мамочка длинные ноги всех начинает убивать. К замене, здесь детей-то нету. Здесь только взрослые. А мы же знали, что... Слышали, что здесь дети должны были бы погибать. Разве нет? Так, это что такое? Смайлинг-ритерсы? Я не понимаю, кто там. Там, походу, смайлинг-ритерсы. Не вижу, не вижу. Так, это училки. Это училки. Они, кстати, здесь нормально выглядят. Не с размотанной вот этой харей. Как у той училки, которые у нас были. Это Кисси Мисси. Но она тоже, кстати, всех начала убивать. Почему она тогда добрая? Боксибу. Где Боксибу, блин? Вы обещали Боксибу добавить. Это все? Кэтнепич. Смотри, он тоже всех забирает. Тоже поедает. И просто вся, вся корпорация будет плейтай в трупах. Ну, трупы взрослых, детей нету. Не знаю. Ну, не будем обращать на это внимание. Возможно, потому что запрещено показывать детей. Возможно, они просто избавились от этого. Чтобы не было запретов никаких. Да. Жесть! Вот что такое часть радости. Когда... Когда все начали всех убивать. Все вот эти вот монстры. Я помню всё в мельчайших деталях. И тот звук продолжался так долго, что становилось тошно. Они пробовали прятаться, убегать. Да всё что угодно. Лишь бы выжить. Я помню их крики. Что происходит? В чём дело? Что это за штуки? Это было массовое убийство. Бессмысленная бойня. Они убили всех. Невинных, виновных. Им было всё равно. Все эти смерти ни к чему не привели. И потом, когда резня окончилась, они утащили тело вниз, где их никогда не найдут. А потом они сожрали эти тела, чтобы выжить. Прототип должен умереть за это. За всё. Кто сожрал тела-то? Все монстры? А ты тогда почему не сожрала тела? Как только доберёмся вниз, лифт отправим наверх. Держись крепко, хорошо? После тебя. Да, после меня. А её что, не берём с собой? А почему? Кищё не берём. Кися, ты чё? Кися? Иди. Иди, я нажму рычаг. Я нажму рычаг, ты иди. Ну ладно. Ой, о том что-то есть? Do not enter. Ничего интересного. Ну погнали. К прототипу в гости, я так понимаю. Поппи, почему ты не начала никого здесь? Смотри, у неё кровавые глаза. Ребя, кровавые, кровища, блин. Как бы схватил бы тебя за голову. Да расспросил бы. Чё с собой произошло? Как только приземлимся, надо осмотреться. Там что-то. Ой-ой! Что? Что она делает? Это не... Нет, нет, нет. Мы идём. Держись. Быстрее, быстрее, быстрее. Киси! Киси умрёт? Серьёзно? Это всё... Ой, прям до мурашек, честно, ребят. Прям до мурашек. Прям до мурашек. Вот это вот час радости, это, конечно, ужас какой-то. Вот что такое час радости. Я думал, час радости. Ну, все, думаю, предполагали, что это какой-то момент, когда нужно спать. Когда Кэтнэп на вас будет нападать и усыплять в этот момент. А тут такое. Тут такое даже. Ужас. Короче, кто напал на Киси? Звуки такие, как будто там Хаги. Вот реально, честно скажу, звуки такие, как будто там Хаги. Но давайте будем честны. Кто такая Киси? Это же то же самое, что Хаги. Разве нет? Просто она розового цвета. То есть, если она то же самое, что Хаги, она сама могла издавать эти звуки. А драться с кем-нибудь таким прототипом, я не знаю. Да с кем угодно могла драться. Могла драться, знаете, с кем? С Олли? Могла драться, знаете, с кем? С людьми, которые решили. Такие, блин, надо вернуться на эту станцию, убить этих монстров. Ну ладно. Ну это шутки шутками. С кем угодно она могла драться, но по итогу нам не показали и вообще даже не намекнули на то, с кем она может там сейчас находиться. Намек только один и более-менее адекватный. То, что это прототип. Потому что мы с вами только что видели прототипа, как его рука затащила кэтнепа. И, грубо говоря, можно предположить, что прототип где-то здесь, где-то рядом. Он не там внизу, где хочет его Поппи найти. Блин, короче, я думаю, что Поппи нас куда-то ведет. Думаю, нас Поппи ведет и устраняет конкурентов для того, чтобы они не мешали в каких-то планах. Для того, чтобы с нами что-то сделать там внизу. Пока я вообще не понимаю, что. Пока вообще не понимаю, что она хочет сделать. Вообще нет никакого осознания, понимания того, как это должно вообще работать в этой вселенной. Смотри, Критер Саунс. То есть, Критеров разные персонажи озвучивали или прототипа озвучивала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь разных человек. Вы понимаете, к чему это ведет? То есть, реально его, получается, разные люди озвучивали. И он реально может разговаривать на любых языках. В том числе на языке... Ну, на... Не на языках, я имею в виду, а... Разными голосами. В том числе голосом Олли. Вдруг нам, на самом деле, сейчас не помогала никакая Олли. Потому что я... Никакой, точнее, этот парень такой был. Я лично вообще-то до сих пор не понимаю, кто такой это. Вдруг изначально Поппи знала, что Олли уже никакого не существует. А знала, что это разговаривает с нами прототип. Потому что он умеет имитировать голоса. И просто... Просто все идет по ее плану. Ну, мне так кажется, блин. Ну, я так хочу верить. Я хочу, чтобы Поппи была клишированным злодеем. Злодеем, который максимально много всего недоговаривает. И плюс к этому злодеем, который по итогу, когда ты максимально с этим человеком, ну, с этим персонажем сдружился, должен тебя предать. И при том предать так, чтобы ты этого явно не ожидал. Потому что все это время мы пытаемся подружиться. Но из-за того, что на самом деле мы очень много о ней не знаем. Вот реально, то, что мы вообще ничего о ней не знаем. Остается понимание, что в любой момент она может оказаться противником. Она может быть даже хуже, чем тот самый прототип. Короче, посмотрим. Блин, я не знаю. Это вообще просто взрыв мозга. Как же это классно. Как же это классно. Не знаю, как вам понравилось больше первая, вторая, третья или какая-то еще другая глава. Понравилось ли вам, как все здесь сделали разрабы или нет. Пишите. Мне чертовски интересно почитать. Если у вас есть теории насчет того, что здесь вообще происходит. Кто такие эти... Оли. Что там Поппи задумала. Что прототип задумал. И так далее. Пишите, пишите, пишите. Все эти комментарии почитаю. Если вы хотите пообщаться по этой же теме. Либо по любой другой. Приходите в Телеграм-канал. Я вас там жду. Там как раз таки. Очень-очень-очень приятная аудитория собирается. Мне очень приятно, что вы подписываетесь. Телеграм-канал, разумеется, у меня есть личный. А есть чатик. И в чатике вы можете пообщаться. Все. На этом все. Мне зашло. Не могу сказать, что 10 из 10. Но семерочку можно смело поставить. Единственное, что расстроило, что реально не было какого-то постоянного хоррора. Я думал, что будет постоянное нагнетение атмосферы. Что за нами постоянно будет ходить. О, посвящение игрокам. Спасибо вам за то, что вы продолжаете нас поддерживать и быть рядом. И за все, что вы делаете. Говорите, чтобы поддерживать эту франчайз, которую мы придаем огромное значение. Этот подплейтайм принадлежит так же, как и вам. Оставайтесь с нами, чтобы узнать еще больше. Ну, короче. Короче, ребят, благодарность от разработчиков личная вам. Вам благодарность за то, что вы играете и являетесь фанатом этой игры. Короче, что я говорил. Что-то я говорил. Но проехали, я уже забыл. Короче, все очень приятно. Все очень классно. Мне не хватило постоянного какого-то... Постоянного чувства страха, чтобы Кэтнеп постоянно находился сзади. Чтобы было вот это вот чувство, что он преследует. Потому что мы большую часть просто ходим по пустым локациям, в которых ничего нету, ничего не происходит. Хотя эта локация, вот это вот подземелье, да, да и вообще вся корпорация Поппи, она должна быть суперопасным местом. Там убивали сотни людей. Там никого не осталось в живых. Это говорит о том, что в живых очень сложно остаться. Но мы-то остаемся в живых. И мы спокойно ходим. Нас никто не может убить. А если кто-то нападает, то тоже не убивает почему-то. А как-то пытается с нами разобраться с помощью каких-то вещей. К примеру, как Кэтнеп, да, кинул нас в самом начале игры. В машину, которую должна была нас сдавить. Почему он это сделал? Почему он нас сразу не убил? Вопрос очень интересный. Я думаю, что мы тоже необычный человек на самом деле. Я думаю, что мы очень сильно связаны с корпорацией Плейтайм. И думаю, что мы вообще одни создатели всего этого. Но, видимо, у нас либо какая-то амнезия была. Либо сделали так, чтобы у нас какой-то участок памяти пропал. Какие-то эксперименты над нами провели. Либо мы вообще не человек. Такой тоже вариант может быть. Возможно, мы просто вообще игрушка. И поэтому Кэтнеп делает такой вариант. То, что просто скидывает нас в утилизатор для тех самых игрушек. То есть, для порченных игрушек. Короче, очень круто. Единственное, что и, знаете, мне еще не понравилось. То, что газовая маска... Ну, мы видели с вами много моментов, где мы газовую маску в трейлере использовали. Здесь таких моментов не было. В трейлере нас обманывали. Настоятельно показывали какие-то моменты, которых не присутствовало в игре. Я думаю, вы тоже это заметили. Но Хаги. Хаги так и не жив, я думаю. Так и не мертв. Так нам никто ничего не сказал про него. Нам показали не настоящую версию. Как, в принципе, все и предполагали. Поэтому, да. Надеюсь, вам все понравилось. Здесь тоже можете написать в комментариях, что вы думаете по поводу того, что Хаги не живой и не мертвый. То, что его вот так вот показали на секунду, типа воскресили. Для этого кошмара и все. То есть, нужно ли это было делать? Или это было лишним? Но во второй главе мы видели с вами, что от него оставались следы. И, скорее всего, он жив. Но его приберегли на концовочку этой прекрасной и интересной истории. С вами был Алекс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Называем подписку в паблике контакта. Ссылка в описании и в шапке в канал. Не забываем про остальные социальные сети. Телеграмы и все остальные дискорды. Всех вас ждут там. Всем добро.